Компания Asus начала продажу в Украине ROG Zephyrus G14, 14-дюймового игрового ноутбука на платформе AMD с весом 1,6 кг и автономностью на уровне 10 часов. Впечатляющие характеристики как для такой модели, но давайте посмотрим, действительно ли она может справиться с требовательными задачами не только в повседневном использовании, но и в играх. В упаковку Zephyrus G14 производитель вложил очень приятный защитный чехол, который сам по себе можно использовать для транспортировки ноутбука. Кроме этого, комплект включает блок питания на 180 Вт. Когда мы говорим игровой ноутбук, то часто первая ассоциация с его внешностью – это агрессивный дизайн и обязательная RGB-подсветка. Но Zephyrus G14 заметно отличается от подобных моделей. У него, с одной стороны, вполне современный внешний вид, но с другой – он бы легко вписался в антураж фантастических фильмов 80-х. Кроме точечного узора на крышке дисплея нет крупных логотипов и надписей. Все они вынесены на небольшую металлическую пластину в левом нижнем углу. При открытии крышки экрана основа с клавиатурой немного приподнимается, создавая небольшой эргономичный наклон, который в Asus называют Ergolift. Это решение также позволяет открыть доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на нижней части ноутбука. И несмотря на опасения некоторых пользователей по поводу фиксации дисплейного блока в разных положениях, проблем с этим нет – шарнир надежно держит экран. Рамки вокруг дисплея ROG Zephyrus G14 относительно тонкие сверху и по бокам, а вот нижняя заметно крупнее, что понадобилось для поднятия экрана на более комфортную для пользователя высоту. Практически на всю ширину основы корпуса нанесена клавиатура с отдельным рядом клавиш для управления звуком, отключения микрофонов и вызова программы ROG Armory Crate. Правее от них находится кнопка включения, прикрытая стеклом, в которую вписан сканер отпечатков пальцев. Его можно использовать вместо пароля для логина в систему через Windows Hello. К слову, работает сканер отлично. В целом, дизайн Zephyrus G14 оставляет очень приятное впечатление. Он менее оброский, чем в традиционных игровых моделях, но выделяется на фоне обычных ноутбуков. При этом материалы корпуса под стать лучшим решением производителя. Крышка дисплейного блока сделана из плотного листа алюминия, покрытого специальным напылением, устойчивым к царапинам и выгоранию. А в основе корпуса используется магниевый сплав, который позволил сделать конструкцию прочной, но при этом и достаточно легкой. Все порты в ноутбуке находятся на боковых гранях и расположены ближе к пользователю. На правой это два USB 3.2 и один USB Type-C, а на левой проприетарный разъем для подключения зарядного устройства HDMI, еще один USB Type-C, но с поддержкой дисплейпорта Power Delivery, а также комбинированный 3,5 мм аудиоразъем для гарнитуры и микрофона. Как видно, ни в одном из двух Type-C портов нет поддержки Thunderbolt, но пока это большая редкость даже для десктопных материнских плат AMD, не говоря уже о мобильных. Но зато поддержка Power Delivery позволяет подзаряжать ROG Zephyrus G14 через разъем USB Type-C на левой грани от совместимого зарядного устройства на 65 Вт. Получаться довольно удобно, так как дома для игр можно использовать комплектный блок питания на 180 Вт, а для поездок в офис докупить более компактную зарядку USB Type-C на 65 Вт. В модели используется 14-дюймовый матовый IPS-экран с сертификацией Pantone, но в зависимости от версии он может отличаться разрешением и частотой обновления. В тестовой модели была установлена матрица с разрешением 2560 на 1440 точек с частотой обновления 60 Гц. У нее хорошая цветопередача с световым охватом чуть больше стандартного треугольника sRGB, но с небольшим уклоном красный цвет. Цветовую температуру дисплея можно регулировать в программе ROG Armory Crate, по умолчанию она довольно теплая. В целом, учитывая диагональ, такой дисплей формирует более четкую картинку и за ним комфортно работать, но для тех, кто планирует больше времени проводить в играх, чем в почте и документах, лучше подойдет экран с более высокой частотой обновления. В линейке Zephyrus G14 как раз есть модель с Full HD матрицей и частотой 120 Гц. Ноутбук построен на основе новой платформы AMD, которая, если честно, не вызывала у меня большого энтузиазма до первого знакомства. В основном из-за того, что в прошлом у компании не было по-настоящему удачных мобильных решений. Но забегая наперед, отмечу, что моя предвзятость была посрамлена. Тестовый ROG Zephyrus G14 оснащался 7-нанометровым восьмиядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 400-900HS с базовой частотой 3 ГГц, расчетным TDP 35 Вт, а также встроенной графикой AMD Radeon Graphics с 512 МБ памяти. На последнюю ноутбук переключается при работе от батареи, а вот для игр предназначено дискретное решение. Это может быть NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или RTX 2060 Max-Q с 6 ГБ памяти. Объем оперативной памяти в тестовой конфигурации достигал 16 ГБ двухканальной DDR4-3200. А в качестве встроенного накопителя использовался SSD от Intel емкостью 1 ТБ с хорошей скоростью как на чтение, так и на запись. Такой набор комплектующих позволил обеспечить G14 достаточно высокую производительность как в повседневных задачах, так и в играх. В тесте PCMark 10 ноутбук набирает 5604 балла, что в целом на уровне более крупных игровых решений, что очень хорошо как для относительно компактной модели. Производительность дискретной видеокарты GeForce RTX 2060 Max-Q вполне достаточна для того, чтобы играть в современные игры на высоких настройках графики. В тесте 3DMark Time Spy ноутбук набирает 5741 баллов, в Fire Strike 13476 баллов. На практике это выливается в 112-138 FPS в Counter-Strike GO на максимальных настройках графики. 60 FPS с запредельными настройками в Ведьмак 3 «Дикая охота» и максимальными в Destiny 2. Это позволяет назвать ROG Zephyr G14 одним из самых производительных ноутбуков с диагональю меньше 15 дюймов. Другие возможности его платформы включают беспроводные модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6 Geek Plus. Также стоит отметить, что у ноутбуки нет встроенной веб-камеры. В верхней рамке экрана расположены только два направленных микрофона. Это довольно частая практика для игровых моделей серии ROG, так как стримеры предпочитают использовать более продвинутое внешнее оборудование. Обычные пользователи часто заклеивают камеру в ноутбуке в целях безопасности. Система охлаждения ROG Zephyr G14 без проблем справляется с нагрузкой. Троттлинга нет. Максимальная температура процессора при этом достигает 102 градусов Цельсия, но в среднем держится на уровне меньше 90 градусов Цельсия. Корпус ноутбука максимально нагревается до 46,2 градусов Цельсия в верхней центральной части основы с клавиатурой. В то же время рабочая область, на которую попадают руки, нагревается еще меньше. Это позволяет комфортно работать даже с требовательными задачами и играми. Я немного опасался, что G14 окажется достаточно шумным, но даже под максимальной нагрузкой он работает довольно тихо. В ROG Zephyr G14 используется клавиатура островного типа с вынесенными в отдельный блок клавишами изменения громкости, выключением микрофонов и вызова программы Armory Crate. Кроме этого, на блоке также разделен ряд функциональных кнопок, чтобы на них было удобнее нажимать. Клавиши имеют короткий, но хорошо ощутимый ход. VASUS отмечает, что они могут одновременно обрабатывать любое количество нажатий, а также имеют расположенную более высоко, чем в стандартных клавиатурах, точку срабатывания. Последние позволяют клавишам быстрее реагировать на нажатия в играх. Раскладка с плоской кнопкой Enter, крупными Shift и отдельным блоком стрелок навигации оставляет приятное впечатление. Также отмечу пробел со специальным выступом левой части, благодаря которому на него удобно попадать большим пальцем левой руки. В целом, как печатать, так и играть в игры на клавиатуре Zephyrus G14 очень комфортно. В отличие от большинства игровых ноутбуков, в этой модели нет RGB-подсветки клавиатуры, вместо нее используются белые светодиоды. Ниже блока клавиатуры находится тачпад, прикрытый стеклом. По современным меркам он не очень большой, но в ASUS использовали сенсорную панель с драйвером Windows Precision, поэтому работать с ним удобно. Тачпад без проблем определяет позиционирование пальцев и поддерживает стандартные жесты Windows. ROG Zephyrus G14 оснащается четырьмя внешними динамиками, двумя высокочастотными чуть ниже клавиатуры и двумя низкочастотными на нижней стороне корпуса. Звучат они очень громко и способны обеспечить довольно объемный звук, тем более, что ноутбук поддерживает технологию Dolby Atmos. Наушники и гарнитуры можно подключать проводным способом через комбинированный 3,5-мм разъем на левой грани, либо же беспроводным способом через Bluetooth 5.0. Ноутбук оснащается встроенным аккумулятором на 76 Вт-час. Несмотря на довольно производительную платформу, его автономность превышает все ожидания. Дело в том, что в игровых ноутбуках она никогда не была на действительно хорошем уровне, но Zephyrus G14 показывает, что подобные модели не обязательно должны быть привязаны к розетке. В тесте PCMark 10 Modern Office ноутбук продержался без 2 минут 10 часов, обеспечив автономность больше стандартного 8-часового рабочего дня. ROG Zephyrus G14 – игровой ноутбук от Asus, в котором компании удалось объединить, казалось бы, сложно совместимые вещи относительно компактной размеры, хорошую производительность и автономность. Тем самым создал отличный компьютер для пользователей, которым в первую очередь нужен рабочий инструмент, но в свободное время они хотели бы иметь возможность играть на нем в игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова